Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. У нас серьёзные проблемы с семейной жизнью. Ну, давайте так. У кого у нас? У вас или у вашего мужа? Если у вас, то в чём конкретно заключаются ваши проблемы, касающиеся вашего отношения к мужу? Наши отношения с мужем зашли в тупик, и я не знаю, как из него выйти. Не наши отношения, а мои, моё отношение к мужу зашло в тупик. Есть такая психологическая игра, тупик. Извините её, она идёт в интернете. Я думаю, вы поймёте, о чём идёт речь. Три недели произошла небольшая перепалка с мужем из-за пустяков. Обычно из-за пустяков перепалки не случаются. Если началась перепалка, значит, это не такие уж и пустяки. Вот только вы обесцениваете причину начала конфликта. Также хочется сказать отдельно, что причина конфликта не является никогда предлогом, из-за которого она начала. Конфликт возникает не из-за предлога, а по более глубокой причине. Это причина систем. Системная. Эта причина, она не простая, к сожалению. Потому что, ну вот, тут, тут, тут вот, есть, так скажем, некоторые нюансы. Вот, и важно разобрать именно, именно системные основания для конфликта. Чтобы не усугублять и не доводить до скандала, ушла на кухню, сказав, что общение не доладилось в этот вечер. Я переступываю рюкан. Ну, надо сказать, что вот здесь это выглядит как провокация, с одной стороны, с другой стороны. Что значит не доводить до скандала? Ведь если вы не способствуете эскалации конфликта, то скандала не дойдёт. А то, что вы избегаете, скандал не устраняют. После недолго времени мучий пришёл и стал настаивать на продолжение общения. Я отказал от чувства, что у него нет никакого в данный момент к спокойному разговору. То есть, вы не очень разбираетесь в своих чувствах, не очень понимаете, что вы чувствуете, и не умеете их выражать. Свои чувства. Фермер бросил в мой адрес оскорбительную реплику, тем самым подняв во мне бурю негодоватую. То есть, вот это за дело. Но вы опять, судя по всему, не поняли, что и как вас задевает. А ведь это ваша проблема. Как бы здесь вам так сказать? Дело не в том, понимаете, что вы должны, например, терпеть от своего мужа, да, какие-то слова. Какие-то слова. Дело не в том, что вы должны терпеть от своего мужа то, что вам неприятно, к примеру, или то, что вам не нравится, к примеру, совсем нет. Дело немножечко в другом, а именно в том, что вас это задевает. Вот если вас это задевает, то проблема заключается именно в том, в первую очередь, что вас это задевает, а не в том, что говорит ваш муж. Так, обознал эстричкой, развязал себе язык руки, всячески унижал, не давал пройти и даже замахнул со столом на меня. Ну, здесь можно исследовать ситуацию, первое это раз или нет, но то, как вы говорите, что развязал себе язык руки, говорит о том, что вы требуете от мужа быть более сдержанным. Вот, это означает наличие некоторых проблем в свободе отношений, в доверительности их и так далее. И, конечно же, это связано с тем, что в первую очередь вы не доверяете, не доверяете сами себе. Вообще, это уже не первый случай в наших с ним четырехлетних отношениях, двое из которых состоят браком. Ну, и, видите, это системность. Поэтому, зная за ним такой бесповеденческий фактор, стараются не разжигать, уходить, но не всегда даются вода с собой, срываются и слышат несправедливые обвинения и унижения. Вот. Так вы себе это объясняете, что унижение и обвинения несправедливость. За несправедливостью вы прячетесь. Но, это избегание. Вас это задевает. Вас это задевает, потому что сталкивает с чем-то, с некоторым конфликтом внутри вас, который вам необходимо разрешить. И который вы, к сожалению, не разрешаете. Ну, просто вы его не разрешаете, этот конфликт. После всего произошедшего он ехал от меня на свою холостяцкую квартиру. Вот тоже довольно интересный момент. У человека есть своя, как вы говорите, холостяцкая квартира. А почему вы называете ее холостяцкой? Утром позвонил, как ни в чем не бывало, предложил мириться. Я была не готова мириться с унижениями. Тем более, с рисками быть по количеству однажды. Иначе я поставил его в известность. Что следует беспокоиться о своем здоровье. Это вполне нормально. Как то, что вы не готовы мириться с унижением. Это правда. Но. Действительно, примирение без каких-то решений. Без каких-то, так сказать, выводов. Это не примирение. Но вы и не предложили ничего. В этот раз сейчас терпение переполнено. И что пока не получил от него гарантию, что моя жизнь ничего не угрожает. Продолжать отношения в таком формате. Какие могут быть гарантии? Какие могут быть гарантии, что ваша жизнь ничего не угрожает? Либо человек впыльчивый, и вы принимаете его таким. Либо вы уходите от него, либо он идет на психотерапию и работает со своими эмоциями. Ну так это и вам тоже нужно делать. Какие гарантии вы хотите? Вот вы пишете, что чаще терпения у вас переполнено. То есть вы терпели. А зачем? Ради чего? Для чего? Для чего? Для чего? Какой ценой вы терпели? Он начал говорить. Так. Он начал говорить, что я все придумал, что не хотел ничего плохого. И стал выдвигать встречные условия. И снова обвинять и унижать во всем. Чтобы перестало строить от себя процессы. Дабы уже не тот возраст. И пора перестать ломаться и начинать мириться. А вот вы пишете обвинять и унижать во всем. Во всем это в чем? То есть вот обобщения у вас здесь идут. Во всем это в чем? Вообще как вы понимаете, что человек вас унижает и обвиняет? Как вы понимаете, что это происходит? А я вам скажу. Это происходит в страхе того, что муж может быть прав. Именно потому, что вы сомневаетесь в себе и допускаете его правоту, вот это все и происходит. Сказала, что рано, но пока мирится, я не готова жить на унизительных условиях. А что это за унизительные условия? Первый мой позвонил, сказал, что отношения зашли в тупик, он хочет взять паузы и паузы на 21 день, потом будем решать. Честно говоря, я не ожидал такого поворота с его стороны, спросил лишь почему 21 день. А чего вы ожидали? Вы ожидали, что он будет умолять вас, помирить. Вы ожидали, что он будет предпринимать попытки вас вернуть и завоевать, очевидно. И что, это как мне манипуляться с вашей уже стороны? Дело ведь не в манипуляции, а дело в том, что посредством манипуляции вы типа выражаете свои чувства, но это не так, это иллюзия. На самом деле, манипуляция это страх перед своими переживаниями, перед своими чувствами. Ответа не получила, но поняла, что по истечении этого срока у него наступит отпуск. Ах, как вы это поняли, если вы не получили ответа? Сейчас в третий день я испытываю очень противоречивые чувства. В первую очередь, чувство унижения и растоптанности этой самой паузы, как бы столкнул меня вниз. А куда вниз? Чего вы ожидали? Как его пауза вас сталкивает? Растоптанной и униженной вы себя чувствуете, а пауза, если дал, то как? Или вообще, если дал, то как? Причем обратите внимание, что чувство униженности и растоптанности это ваша активность по отношению к себе. Да, вы, ну, вы объясняете себе это тем, что это сделал муж. Но активность в любом случае ваша здесь. Дальше, мысль, что так больше нельзя, с одной стороны устало терпеть, моральные издевательства, так а ради чего терпите? Зачем? Четыре года ведь терпите. Мысль так, другой семью хочется сохранить, но уже не на унижительных условиях. А что такое семья? Ну вот, в смысле, буквально, буквально. Вот сохранить семью это как? Что есть семья? Что такое семья? Потому что по вашим вот словам получается как бы так, что вы, муж, это одно, а семья это что-то другое. Вот. Если сохранить, то зачем? Есть страх, что до паузы все добьет окончательно. Крутятся вопросы, для чего и зачем ему понадобилась пауза. Что именно все добьет окончательно? Как мне вести себя сейчас и позже? Как повернуть все так, чтобы наладить отношения и сохранить брак, но уже на других условиях? Наверное, пытаться сохранить брак и начать стараться видеть человека, личность вашего мужа и разобраться в себе. А мысли, которые, мысли, как себя вести вам, которые вы написали, это, к сожалению, манипуляция и попытка наказать и проучить вашего партнера ни к чему хорошему это не приведет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.